Статус отношений России и Корейской народно-демократической республики актуален как никогда, и главы стран максимально поддерживают дружескую связь между государствами. Так, 18 октября с дипломатическим визитом в столицу Северной Кореи Пхеньян прибыл Сергей Лавров. Министр иностранных дел лично поговорил с Ким Чен Ином. Мотивом для поездки стало укрепление взаимного доверия и упрочнение дальнейшей дружбы и солидарности двух стран. Следует отметить, что состоявшаяся встреча министра иностранных дел Лаврова и руководителя Северной Кореи Кин Чен Ина, она действительно является знаковым событием в развитии международной ситуации, поскольку мы с вами понимаем, что сегодня Северная Корея является закрытым государством, находится в состоянии санкций различных международных, и поэтому руководители Северной Кореи, они в значительной степени являются непубличными людьми с точки зрения международных отношений. И если такие встречи организуются, то это говорит о высокой степени доверия руководства Северной Кореи к тем государствам, представителям тех государств, с которыми они проводят эти встречи. История взаимоотношений двух сильнейших в мире держав берет свое начало еще со времен окончания Второй мировой войны, и дружественная линия гнется до сих пор. Так, Советский Союз стал первым государством, которое признало Корейскую народно-демократическую республику как независимую страну в 1948 году. В 2023 же году Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею, а также напрямую объявила о поставке гуманитарной помощи в страну. И обсуждались вопросы, в первую очередь, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Мы понимаем, что ситуация международно-политическая там сложная. Вопрос об отношениях Северной и Южной Кореи не решается уже на протяжении длительного времени. И Россия неоднократно уже призывала к тому, чтобы были проведены взаимно выгодные переговоры по данному вопросу, и чтобы Организация Объединенных Наций выступала посредником в этих переговорах. В Хиньяне российскую делегацию встретили со всеми почестями. В аэропорту присутствовали министр иностранных дел Корейской народно-демократической республики Чхве Сон Хи, сотрудники Министерства иностранных дел КНДР, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацигора и сотрудники посольства. Кроме того, в 2023 году будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений, что выведет уровень отношений государств на новый уровень.